Легендарное сравнение iPhone 2G против iPhone X или что изменилось за 10 лет. Начнем мы, конечно же, с внешнего вида. В глаза сразу бросаются экраны мобильных устройств. iPhone 2G имел 3,5-дюймовый дисплей с разрешением 480 на 320 точек. А что же теперь? Размер безрамочного экрана iPhone X вырос почти в 2 раза и составляет 5,8 дюймов по диагонали. Разрешение матрицы 2436 на 1125 пикселей, а плотность выше почти в 3 раза. Рассуждать о том, какое из них удобнее держать в руке, весьма сложно. Ведь все современные смартфоны ушли от дизайна iPhone 2G к iPhone X. Молодые люди, конечно, ответят, что десятка просто идеально лежит в руке. Но это потому, что мы все привыкли к лопатам. Таковы реалии. Тактильные ощущения также разные. Первый iPhone был изготовлен из пластика и по большей части из металла. Теперь же наоборот, обе панели десятки стеклянные и только обод металлический. Это круто, ведь стекло не скользит. В этой функции смартфона от Apple прогресс налицо. Пользователи iPhone 5 еще застали легендарную разблокировку Slide to Unlock, который оснащался и первый iPhone. В дальнейшем ее заменила функция Touch ID со сканированием отпечатков пальцев. А на новом iPhone X применена технология 3D распознавания лица пользователя Face ID. Теперь достаточно просто обратить телефон экраном к лицу, и его дисплей разблокируется. И обмануть такую функцию фотографией портретом невозможно. В отличие от одной корейской компании. Ну вы знаете. В iPhone 2G для ввода текстовой информации применялась экранная клавиатура, которая появилась еще ранее на коммуникаторах. За эти 10 лет мобильные операционные системы научились распознавать голос пользователя и переводить его в текст. Поэтому на современных гаджетах и в iPhone X, например, сообщение можно набирать голосом. Все сказанное сразу же будет преображено в текстовую информацию. Удобно. Когда вышел iPhone 2G, на нем была установлена операционная система iOS 1.0. Она имела только один рабочий стол с черным фоном и даже центра уведомлений не было. Приложений было так мало, что одной страницы вполне хватало. Даже не было пункта управления. Кнопка «Домой» выполняла только свою прямую функцию – возвращать пользователя на рабочий стол. Теперь же мы все знаем, насколько функциональна последняя версия iOS 11. Да и кнопка «Домой» отошла в небытие. Кстати, больше про iOS 11 и ее фишки вы можете узнать, кликнув вот по этой подсказке и посмотрев наше видео на этот счет. Емкость аккумуляторной батареи первого iPhone составляет 1400 мАч. iPhone X – 2716. АКБ увеличился практически в два раза. Но при этом по-прежнему его хватает всего лишь на день, а то и того меньше. Тем не менее, при очень активном использовании iPhone X держится дольше, чем 2G. Для сравнения, вот вам время работы при просмотре видео. Удивлены, да? В своем первом iPhone купертиновцы ставили весьма слабую камеру. Ее матрица имела размер 2 Мп, и в ней не было ни фото вспышки, ни автофокуса. iPhone X обзавелся системой с двумя сенсорами, размером по 12 Мп каждый. Они имеют разное фокусное расстояние. При этом все перечисленные фишки присутствуют, включая оптическую стабилизацию. Камера десятки не просто делает идеальное баке, как зеркалка, но еще и умеет менять задний фон в портретной съемке. Да, Xiaomi так не умеет. На первый взгляд, мобильные технологии за 10 лет продвинулись далеко вперед. Но нельзя исключать заговор между мировыми производителями, согласно которому мы видим лишь малую долю современного хай-тека на витринах магазинов. Они порциями привносят разработанные технологии в новинки, чтобы им было чем удивлять покупателей каждый год. А теперь игра. Пацаны, угадайте, что это за смартфон? Ну-ка, ну-ка, что же это? Пишите в комменты. Первый угадавший получит 1 балл и возможность выиграть беспроводные наушники. Ну а теперь пришло время узнать, кто у нас победил в прошлом видео. Подписывайтесь и смотрите другие наши видео. Почувствуйте нечто иное. Подписывайтесь и смотрите другие наши видео.